10 декабря депутаты приняли в первом чтении самый важный для города финансовый документ. А сегодня на завершающей сессии в этом году состоялось его второе чтение. Бюджет города на 2016 год в цифрах 6 миллиардов 250 миллионов рублей. Это собственные средства города, но сумма расходов куда больше, свыше 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов 118. Собственные доходы 6 250. Вот эти 3 миллиарда с половиной мы получаем из края в виде трансфертов, субвенций на исполнение полномочий, которые край передал нам городу. С учетом безвозмездных поступлений из края предусмотрены все доходы и расходы на новый 2016 год. Это касается выделения денег по программе переселения из аварийного и ветхого жилья, предоставления квартир детям-сиротам. Таких муниципальных программ 28, куда пойдут бюджетные средства. Мы, безусловно, предусматриваем софинансирование указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Это два указа 597 и 599. Первый. Это касается увеличения уровня оплат труда работников, в первую очередь образования культурной сферы и капитальных вложений на обеспечение мест в дошкольных детских учреждениях и школы. Сергей Щербинин заявил, что все расходные обязательства будут исполнены и поделился с депутатами новостью, что Сочи занял второе место в России по организации бюджетного процесса. Министерство финансов Российской Федерации отметило сегодня наш город специальным дипломом. Бюджет города был принят сразу же после утверждения народными избранниками индикативного плана социально-экономического развития города на 2016 год и еще на два года вперед. Задача одна, чтобы не пострадала ни одна социальная программа. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.